Привет-привет, друзья! Всем привет с Аляски! Сегодня у нас 3 февраля, вторник, и на дворе опять зимняя сказка. Было очень тепло, плюс 5 пару дней назад. Вот, потом опять ударил мороз, и вот сегодня, прямо это видно по деревьям, они стоят все в ине, опять очень красивые. Солнечный денек, очень классно видны горы вдалеке. Привет, Лёха! Привет, как дела? Ты камеру купила? Я уже давно купила, это я вот снимаю. Да, смотри, как красиво сегодня. Давай тебя сниму. Привет передавай Оле. Да, 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 осталось только привет. Это Лёша. Отучился? А Оля на Бали, я отучился. Да, Олечка на Бали. Олечка, привет тебе! Лёша с Олей замечательные такие ребята. Я их знаю давно, ещё с того приезда. Ну, вот с прошлого раза, когда 3 года назад я жила на Аляске, а Олечка сейчас на Бали. Вот, а Лёша учится в нашей же школе только на других курсах. Не английский, как второй язык вот есть в курсе, а есть ещё как бы промежуточный между вот этим ESLS и Second Language и моими курсами GED Preparation. Всё, я отучилась. Иду к машине, и немножечко вам ещё этой красоты. Солнце палит. Просто смотреть на него невозможно. И пригревает. Вот первый раз в такой морозный день прямо чувствуется тепло от него, от этого солнышка, и дни становятся длиннее, солнышко всё выше и выше. Вот здесь около гор лежит такая, такое покрывало из тумана. Деревья до сих пор такие красивые. Особенно это красиво, когда солнышко светит. И ёлочки. Пойдёмте к ёлочкам. Они смотрятся, как новогодние. Ой, вот это особенно. Она как ненастоящая. Как красиво. Прямо вся-вся покрытая инеем. Вот оно. Солнышко. Где там мой олень? Вот там вот он где-то. Домик очень красивый у них. Вот у этих хозяев оленя. А вот эту ёлочку я вам покажу, как она выглядит на солнышке. Вот так. Обалденно красиво. Снег шёл, пока мы сидели в класс. Сейчас опять прошёл снег. Да такими хлопьями. Ну и вот прямо здесь кристаллики образовались. Такая красота. Вот здесь сидит такой огромный ворон. Огромный просто. И курлыкает. Вот сейчас я выехала из зоны, где было солнышко и въехала в зону вот этого тумана. Посмотрите, что делается. Надо же, как интересно. Вот это он как раз, наверное, и садится на ветки деревьев. Вот этот туман. Вон, а деревья какие. Боже мой, красавицы. Ёлочки. Да, с солнышком, конечно, повеселее. Ладно, всё, выключать, по-моему, ничего не видно всё равно. Прямо густой, очень-очень такой густой туман висит. Вот ещё здесь, как хорошо видно, может, в эту даже сторону, какие деревья белые стоят. Вот сюда. Вот здесь за забором домики точно такие же, как наши. Один в один. Хочу заехать в магазин Майклс. Мне Рикардо сказал, что туда привезли такие штучки. Я не знаю, как они называются, ни по-русски, ни по-английски. В общем, трафарет. Вот, по-русски вспомнила, по-английски не знаю как. Такой трафарет. На бумаге вырезаны узоры уже. Я хочу сделать его над камином и с боков, около камина. Там вот после того, как я приделала полочку, как будто чего-то не хватает. И я подумала, что трафарет чёрным там будет очень хорошо смотреться. Вот прежде, чем идти в магазин, я решила посмотреть, как будет трафарет по-английски. И это стенсил. Стенсил. Надо запомнить, чтобы мне спрашивать, потому что я понятия не имею, где это может лежать. И вот я сейчас вспомнила, что Рикардо, когда мне звонил, он говорил это слово «стенсил». Вот здесь великое множество таких заготовок для браслетов, для бус, стёклышков из камушков. Вот это всё можно покупать и самому делать. Там вот дальше продаются и замочки, чтобы всё это закреплять, соединять их между собой. Четыре штуки за 10 долларов. Вот здесь тоже всякие заготовочки под браслетики. И можно одевать свои какие-то вот весюлечки такие сюда и самому делать украшения. Здесь тоже для браслетиков, наверное, для бус. И очень много всяких разных приспособлений, замочков, крючочков. Бусинки, ракушки. Вот тут кусочки меха, кусочки ткани. Куча всего для рукоделия, перья, меха. Шарики, булбончики. Разных размеров, разных цветов. Это раздолье для рукодельниц. Вот здесь секция для кукол. И ботиночки, и одежда, платьишки, шубки. Разве мы могли вот обо всём этом в нашем детстве мечтать? Всё шили сами, своими руками. Но с другой стороны, может, поэтому и умеем и шить, и вязать, и всё делать. А сейчас даже думать не надо. Пришёл, купил и всё. Вот здесь всё для рисования, черчения. И холсты. Вот некоторые уже натянутые есть. Разных размеров, рамки. И огромных, и вот поменьше. Вот, а я хочу купить линейки. Мне выяснилось, что дома вообще нет линейки. Возьму вот такие маленькие, кидаю по разным коробочкам своим. Здесь столики такие можно купить. Даже с собой возить. Вот так вот его собрал этот столик. Выехал на природу и рисуешь. В рулонах этот холст. Опять рамок, куча всяких разных. Естественно, естественно, красок. Сумок. И вот я дошла до трафаретов. И они здесь продаются вот такими сетами. Здесь можно посмотреть, какие трафареты входят в комплект. Очень много здесь. Это с таким крупным рисунком. Вот я хотела что-то крупное. Что-то вот типа такого. Даже может быть потолще. Вот, потому что это вот эти лампы на образце. А мне же надо около камина. У меня уже там, уже простенок. Я хотела что-то такое узкое и длинное найти. Но вот пока не вижу. Вот с этой стороны. Один, два, три. Некрасиво. Может, что-то вот такое. Вот это сильно меленькое, мне кажется. Вот что-то такое я хотела. Я типа завитушек. Вот цветочек. Может, вот такой цветочек сделать. В общем, возьму вот этот цветочек. Сверху у меня хорошо получится. Вот так пойдет. Потом вот этот вот завиток. И соединю с другой стороны. Пойдет он в обратную сторону. Я надеюсь, мне хватит как раз расстояния двух. Но если будет много, тогда я вот этот кусочек уберу и начну вот отсюда. И вот так вот их соединю там кружочками. Вот отсюда начну. И теперь мне надо бы каким-то образом выбрать краску. Какой краской это делать? Черную, конечно. И не знаю, что. Вот здесь кисточки разные. Такие, такие. Специальную надо кисточку купить. Вот. Вот такие, наверное. Такая штучка. Вот такой кисточкой это делать. Написано stencil brush set. То есть stencil это вот трафаретный как раз такой набор. И мне кажется, у нас дома есть вот такая широкая кисточка. И Рикардо говорил, что он ей делал трафарет в ванной который. Вот. В общем, я совершенно в этом ничего не понимаю. И растерялась. Не знаю, что купить. В общем, возьму, наверное, вот такую краску. Черную. Premium acrylic paint. И вот такой набор кисточек. Здесь у меня всякие. И поролоновые, и вот такая кисточка. В общем, какая подойдет, то и буду красить. Посмотрите, что делается на улице. Вообще ничего не видно. Вообще. Я сейчас вышла из магазина. И все. Вот в двух шагах уже ничего не видно. И вот это вот садится. Вот этот вот инни, который окутал землю. Вот он садится на деревья. И поэтому они получаются такие красивые. Я уже дома. И вот у меня здесь светит солнышко. И капель. Вот оно растопило сосульку. Хотя, температура минусовая. Вот сейчас я вам покажу. Минус 3 градуса. И вот смотрите, как это будет выглядеть. Вот так вот, наверное, подальше. Я думала, будет большая. А оказывается, чуть-чуть маловато. Еще бы была бы она сантиметров на 10 подлиннее. Ну вот, буду что-нибудь придумывать. Так вот. Сбоку это будет смотреться. Так, сейчас. Как-нибудь, наверное, может быть, и вот сюда эту выше пойти. Раз. И два. Как раз две штуки. Вот сбоку очень хорошо получится, кстати. Вот так даже можно их тоже соединить с завитками друг к другу. Вот. Ровно две штуки получается сбоку. И вот это вот отсюда может пойти. Там закончится другой рисунок и пойдет вот сюда. В общем, буду пробовать. Не знаю, что получится. Вот. Кисточка. Кисточка. Смотрите, какая здесь нарисована. Все-таки не поролончик, а вот именно такая кисточка. Не знаю. И Рикардо. Вот тоже ведь такой. Я ее поищу где-то. У меня была вот такая широкая кисточка. Если мне мои не пригодятся. Вот эти. Той черт с ними или назад отдам. Тут нет такой вот широкой кисточки. Вот. И купила краску немножко другую, чем я вам показывала. Взяла сатин. Сатин это не блестящее. Потому что я подумала, что камин у меня не блестит. И краску блестящую не хочу. Вот буду такой сатиновой. Матовой, скажем так, красить. Но не сегодня. Не сегодня, а на выходных, наверное. Вот сейчас, я думаю, может быть наоборот сделать. Вот эти завиточки сделать в уголки. А здесь в середине соединить цветочек. Вот с той стороны. Он образует как бы целые цветочки. Если я их соединю. Два. А здесь в уголочке получится вот этот завиток. И к нему пойдет еще один завиток. Вот как бы с той стороны. И они вот так вот два завитка здесь соединятся. В общем, вариантов очень много. Буду думать. Ну вот и все на сегодня, мои дорогие. И я вас всех, конечно же, целую, люблю. И желаю вам счастья. И всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok